Эти кадры из своей машины снял случайный свидетель. Колонна инкассаторских грузовиков на трассе Москва-Минск. Кто-то даже предположил, что в них те самые три спасительных миллиарда долларов, которые Россия все-таки решилась выдать Белоруссии прямо накануне визита Путина. Там сейчас стремительно пустеют полки, валюту купить почти невозможно, а на обесценивающиеся рубли народ скупает бытовую технику и ювелирные украшения. В общем, смутное время. Запад окончательно отвернулся от Беларуси после того, как главному оппоненту Лукашенко на выборов Андрею Санникову дали пять лет тюрьмы. Его жена, корреспондент новой газеты Ирина Халиб, тоже получила срок – два года с отсрочкой. Павлу Селину удалось найти секретную пленку с последним словом главного белорусского оппозиционера и встретиться с теми, кого называют «заложниками режима». Видишь, на слоге делится слово «ма-ши-на». Даня Санников не отходит от мамы. В свои четыре годика он уже знает эту страшную аббревиатуру – КГБ. Каждую секунду он боится, что его мама Ира опять может исчезнуть на несколько месяцев. И до сих пор не понимает, почему папа Андрей уже полгода не приходит домой. Я думал и сказал, может быть, они просто ушли к другим детям. Я говорю, как, почему, Даня, ты что? Родители не уходят никогда от своих детей к другим. И вдруг Даня Горисовна так вдохнула и сказала, а если эти дети плохо себя ведут, от них родители все-таки уходят. Качество видео хуже некуда, но человек, сделавший эту запись, сильно рисковал, потому и снимал тайком. Для белорусской оппозиции каждая секунда этой пленки – на вес золота. Это последнее слово кандидата в президенты Андрея Санникова во время оглашения приговора. Склонить к сотрудничеству, подписать покаянные показания. В тюрьме Андрея Санникова сначала пытались сломать шантажом. На одном из заседаний он заявил, что лично председатель КГБ Белоруссии Зайцев угрожал им. Не будешь сговорчивым, расправимся с сыном и женой. С Ириной расправиться было несложно. Она сначала сидела в соседней камере, а потом еще несколько месяцев под жестким домашним арестом. Это когда не выпускают на улицу, а вооруженные чекисты просто живут в твоей квартире. Меня иногда спрашивают, а вообще вы предполагали, что такое может случиться, что вас начнут, вашего мужа, шантажировать ребенком? Я честно говорила, нет. Мне казалось, что есть некие вещи, которые в принципе недопустимы для человеческих существ. Human rights now! Human rights now! Это посольство Республики Беларусь в Москве. Все эти полгода у белорусских посольств по всему миру проходят пикеты с одним лишь требованием – освободить политзаключенных. На эти пикеты люди приходят вот с такой фотографией. Это семья кандидатов президента Андрея Санникова. Фото сделано накануне выборов. Посмотрите, какие они счастливые. Но главное – они вместе. А что сейчас? Андрею Санникову белорусский суд дал пять лет усиленного режима. Его жене – журналистке Ире Халиб – два года тюрьмы. А их сына – Даньку Санникова – хотели отправить в детдом. Действительно, как еще поступать с ребенком, чьи родители не просто политические преступники, и не просто враги государства, а личные враги президента Лукашенко? Эта детективная история в декабре прошлого года облетела весь мир. Но только сейчас на свет выползают чудовищные подробности того, как маленького Даню хотели отнять у бабушек и дедушек. Даню в детский сад пришли арестовывать. Так вот, заведующая детским садом номер 26 города Минска, я хочу, чтобы это прозвучало. Вот госпожа заведующая расставила всех воспитателей и нянечек возле всех выходов из детского садика, чтобы, не дай бог, родственники Даню не увели через какой-нибудь другой выход. И, кстати говоря, только появление съемочной группы НТВ заставило их отступить. После долгих мытарств бабушки все-таки дозволили оформить опеку над ребенком. Правда, на оформлении кучи справок и документов вместо положенных шести месяцев дали всего лишь один. В нашей семье была применена тактика выжженной земли. Раздевают ноговая, ставят возле сетки на растяжку, то есть ноги шире плечи, колы, руки вывернуты. В холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. В день выборов 19 декабря прошлого года на площадь независимости в Минске вышли десятки тысяч человек. Санникова задержали одним из первых. ОМОНовцы бросили на него железный щит и прыгали сверху, пока не сломали ногу. И вот так, с искалеченной ногой, его заставляли бегать со всеми вещами по крутым тюремным лестницам. Выламывали руки с требованием начать сотрудничать, ставили, практически на шпагат сажали. Я узнал, что я могу садиться на шпагат, когда, естественно, все болело, болели связки. То есть это были такие пытки, как физические, так и очень много было пыток психологических. Другой кандидат в президенты Олесь Михайлович вышел из тюрьмы хитростью, подписал все, что требовали. А потом на пресс-конференции отрекся от сотрудничества с КГБ. Сейчас Михайлович за границей. С женой и двумя маленькими дочками он может видеться только по скайпу. Слухай, добра золотка. У меня две девятки за русскую мову по-контрольной. Супер. А про мотивацию мы промолчим, правильно? Бежать удалось немногим. Наталья Радина – редактор главного белорусского оппозиционного сайта «Хартия-97». В тюрьме ее держали полтора месяца. Затем выслали из Минска, посадили под домашний арест, запретили работать. Впереди ждал только суд и еще несколько лет тюрьмы. Журналистке чудом удалось бежать из Белоруссии. Сейчас она в безопасности и редактирует свой сайт из Европы. Ну, как он мне сам сказал, что надо бить во все колокола, и потому что он может оттуда выехать просто в инвалидной коляске. С командой Андрея Санникова расправились с особой жестокостью. Его ближайшему помощнику Дмитрию Бондаренко дали два года тюрьмы. Он практически не ходит. Грыжи и защемление нервов позвоночника. Об операции, естественно, нет и речи. Заключенным не положено. А пресс-секретарь Санникова Александр Атрощенко всел на четыре с половиной года усиленного режима. Конечно, Сашу арестовали и собирались арестовать не за площадь, не за то, что он там был, что-то делал или чего-то не делал, а за всю предыдущую его деятельность и за то, что он был пресс-секретарем Андрея Санникова. И я думаю, что вот это такая месть, ликвидация людей, которые могут влиять на ситуацию. С первого дня этот суд был похож на печальный фарс. Защита показывает видео, где провокаторы, бившие стекла в Доме правительства, покричат ОМОНу «Свои! Свои!» Судья отклоняет весь дом. Показывают фото, где пустая зачищенная площадь вечером и эта же площадь утром, а на ней заботливо разложенные обрезки арматуры, коли, даже топоры. Все божья роса. Я люблю свою семью. Очень. Я люблю беновицу. Я очень люблю свободу. Я знаю, что моя семья в северном территории будет счастливой, когда мы станем свободной. А это невозможно без соблюдения такого. Живец! Живец! Даньку Санникова очень часто сравнивают с другим белорусским мальчиком. Это Коля Лукашенко. Он постоянно сопровождает своего папу. Вот он принимает доклад у военного генерала, вот участвует в важных государственных переговорах. Говорят, папа даже показывал ему трупы после взрыва в Минском метро. Но у Дани Санникова совсем другая жизнь. Во время одного из многочасовых обысков он сидел, уставившись в одну точку. И только когда страшные дяди из КГБ ушли, он со слезами признался бабушке, что описывался. Несколько часов малыш молчал и боялся пошевелиться от ужаса. Я знала, что все может обернуться репрессиями. Но того, что они сотворили с моим сыном, конечно, я им не прощу. Никогда. Павел Селин, Алексей Кременецкий и Наталья Пичугина. Телекомпания НТВ. Селин, Алексей Кременецкий и Наталья Пичугинецкий и Наталья Пичугинецкий и Наталья Пичугинецкий. Селин, Алексей Кременецкий и Наталья Пичугинецкий.